Всем привет, друзья! Видео у меня не запланированное, так сказать, на коленке. Принесла сюда свои растения мыть на кухню и решила вам показать, с чем же я столкнулась. В принципе, вы все об этом знаете, в той или иной степени понимания присутствует. Кто-то столкнулся напрямую, как я, с какой-то проблемой, кто-то наслышан о данной проблеме. В общем-то, давайте подробнее, что к чему вообще. Ну, вот этого красавца принесла просто помыть. У меня здесь вот есть глубокая раковина на кухне. Кто смотрит видео, тот видел, как мы кухню делали, мебель монтировали, раковину покупали. Все это женское счастье. Мне его прислала Мариша с нашей группы ватсапа. Посадила я его на фитиль. Он прекрасно себя там показывает. Посмотрите, какие корешочки. Вот хочу его помыть. К нему отношения, суть до дела, это не имеет. Я просто его помою. А пока мою, начну разговор. Столкнулась я с такой проблемой. Ну, как бы не первый год вроде и замужем. И все понимаю, все знаю. Я сейчас про удобрения. Видео выходило на моем канале про удобрения. Помните, эксперимент ставили. Корешочек окунали в водичку и смотрели, как поведет. Окунали раз корешок, день, второй, третий, давали ему просохнуть. Потом на том же растении окунали другой корешочек в чистую воду. И с удобрением смотрели скорость, поглощение корнями воды, напитывание и так далее. В общем, интересный эксперимент. Свои замоколегчения можно, в принципе, с него сделать. Кто не видел, обязательно посмотрите. Я думаю, всем будет полезно, как повели себя корни в той иной ситуации. Те, которые видели удобрения и те, которые удобрения на себе не пробовали. И потом попробую, что с ними стало. Сейчас промочу. Вот так вот. Фитиль зашел ему. Прямо молодец. А вот антуриум посадка такая не зашла. Я включила фильтрованную водичку здесь. Вот так вот пролила. Листики сполоснула. И сейчас приступлю к орхидеикам. Что же у меня с ними? Все, мой красавец. Шикарный. Это женское счастье называется Пикассо. Он, видите, вариегатный. С штришками такими. Классный. Так, текст ничего не писала, поэтому говорю. Видео экспромт. Значит, сейчас буду мыть и вот эти орхидейки. Вообще я вам... Так, фильтр выключу. Вообще, я не любитель, вы знаете, опрыскивать и вообще душевать орхидеи. Я этим не занимаюсь. У меня их очень много. И мне просто тупо некогда. Хотя, могу сказать, столкнувшись с определенной проблемой, возможно, вы сейчас ее уже где-то видите. Ну, скажем, не душуя, да, а вот под краном промывая орхидеи, я заметила, как им нравится этот процесс. Особенно горяченькая водичка, когда прям горяченькая. Ну, вот, в общем-то, ситуация такая, что в этом году, как никогда, у меня начали, вот, допустим, развиваться. Сори, меня тут отвлекли. Начали развиваться, как всегда, время цвести, начинают развиваться цветоносы. Вот орхидейка выпустила один цветоносик, вот он, видите. Потом выпустила другой, но кто видео мои смотрит, у меня очень большая была отсушка цветоносов и замирание. И, в принципе, их замирание. То есть, вот на такой стадии, бывало вот на такой стадии и так далее. То есть, вот здесь он уже даже сообразил что-то. Вот он налил, видите, черный внутри, вот он его отсушил, будучи даже еще полностью не сформировав. И так у меня поголовное цветение в этом году, оно было, я его даже, в принципе, вам не показывала, оно было скромное. Ну, какие-то фотографии я в ярус выкладывала, а на каналах так особо, как Дзен и Ютуб, ну, не делилось. Особо вах не было. Ну, а столкнувшись с такой проблемой, у меня же хочется, думаю, ну, я же тебя подкормлю. Как всегда, монокалий фосфат в помощь. Такое и бывало, когда подкармливалось, что цветоносики развивались дальше, либо давали ответвление от этих, ну, в общем, более-менее цвели обильно. Наши, мои, по крайней мере, орхидеи, не только мои, девчонок в группе. Ну, подкормила. Не первый раз, не первый год я пользуюсь этим удобрением, начну делать свои дела и вам рассказывать. Не первый год замужем, не первый год я с этим удобрением. Но что-то пошло не так. И я не тот человек, который дает полную дозу. Я всегда, ну, практически всегда, за или редким исключением, делю в основном дозу напополам. Так, сейчас мы водичку здесь горяченькую включим, теплую год. Ну, ладно, сейчас либо ты мне продолжишь. Я не беру конкретно это растение, я вообще говорю. Либо там дорастите вы мне цветоносы, те, которые бутоны вы сбрасывали. Ну, хочется, что же ждала этого зимнего цветения. Зимнее цветение у меня самое шикарное считается. Ну, и подкармливала. Подкармливала, я вам скажу, три раза через полив по полдозе. И если кто посмотрит тот эксперимент про корни, про корни отпущенные, в минеральное удобрение Гроумор, там было так. Поднял на определенную высоту этот раствор с удобрением, и все, дальше не пошло. Все, прошел день, я на следующий день еще раз попробовала. То же самое на том моменте остановка была. Просто корень получил химический ожог от удобрения. И если посмотрите то видео, тут вот прям вот сталагниты, сталактиты, вот прям вот куски выпали, выпал, вот минерализация какая-то произошла, прям вот куски кристаллические выпали на корни. Просто корень испортился. Я его потом, конечно, помыла под водичкой, и все, но уже все, процесс повернуть назад нельзя. Ну, я к чему? То, что даже если проливом, то вот это все минеральные компоненты остаются у нас на субстрате. Это вот у нас в группе девчонка поливала, говорит, я проливом, вот у меня так же вот сожглись корни. Я говорю, я тебе хочу сказать другое. Я даже не проливом, я замачиваю. Лимонно-фосфатом будем правильно говорить. И замачивание много, я никогда не подливаю вот так, ну, то есть вот замачивание у меня идет где-то на одну треть горшка, бывает на две трети горшка. Это смотря, ну, какая посадка. А бывает просто, вот налила, вот в кашпо вот столько, и все, она сама потом пошла. То есть, ну, в зависимости от посадки. То есть, я говорю, я даю под низ, не сверху лью. Но все равно, если видеть вот тут ту ситуацию с тем корнем, корень, даже будучи политым снизу, он все равно подымет этот раствор на какую-то долю, на какую-то высоту. И произойдет то, что происходит. Здесь у нас начинает засаливаться субстрат в страшной силе, в страшной степени, от чего начинается вот такая картина. Корни начинают у нас гнить. Сначала на них выступают тоже такие отложения сливые. Либо они гниют, либо они просто вот так вот засыхают, либо они вот так вот, как сказать, отвердевают. Вот видите, это я тут еще пыталась мыть. Вот прям мыло, мыло, мыло. Все равно, он такое ощущение, что он такой, как уже деревянный. Он не мягкий никакой. Он как деревянный. И вот часто мы такую картину видим с вами, не правда ли, что верхние корни горят. Хотя нижние, нижние, ну тут, конечно, весь он в тени горшочек, нижние могут быть прекрасны. То есть, вот он, идет тяж, а дальше корень, и он этот корень, даже там внутри, может быть раскупленным. Это вот разговор на тему. Вот я в группе у себя сказала, что я этими удобрениями пользоваться не буду, вообще не буду. Ни монокалийфосфатом, ни калийной селитрой, что в принципе плюс-минус то же самое. Либо, если вот пользоваться, это слава богу, я еще уже вот эту орхидейку, не только эту, немножко уже они у меня ожили. Вот посмотрите, пошли корни в рост. Это я думала, я уже потеряю. Белое, это споробактерин на шейке. Вот это белое, это споробактерин. Я так периодически делаю, я мажу, если мне что-то не нравится. Вот орхидейка ожила после вот этих вот моих промывок. Дура, думаю, что же ты сделала? Ну ты посмотри, как у хайдока лезь. Хотя, говорю, это не первый раз. И вроде бы удобрение то же самое. Я купила, да, но мешок там огромный. Я и в прошлом году им пользовалась, и в этом вот пользовалась. То же самое. Ну что там говорить, у девчонок тот же самый момент. И удобрения записывала, прервался. Я к тому, что пачки-то у нас с девчонками разные, у них своя ситуация плюс-минус похожая. В общем-то, я пришла к выводу, что вот этими минеральными удобрениями я пользоваться больше не буду. Потому что я чуть ли не потеряла какую-то часть коллекции. Никогда не дырявила горшки, никогда. А тут вот изрешетила их просто как дятел. Для чего? Для того, чтобы у меня была возможность вот это промывать, промывать эти орхидеи. Бесконечно промывала. Прям вот полностью промывала. Грунт вот этот вот. И только когда, наверное, раза с пятого уже поняла, что корни перестали там гореть и портиться. Вот честно. Вот пропажи и внутри корней, и снаружи вот эти корни. И потом они хоть немножко, вот сейчас пришли в себя. Поэтому никаких минеральных удобрений по корням я использовать не хочу и не буду. Сейчас вот пришло у меня удобрение растворимое. Тоже водорастворимое. Я его еще тестирую. Но пока ничего про него не могу сказать. Но монокалифосфатом нет. Калиевой селитрой нет. В корне нет. По листу да. Алла сходила в магазин там у себя. И там, значит, в магазине женщина опрыскивает орхидеи. И я не думаю, что она будет против, что я скажу это. И она говорит, а чем ты отпрыскиваешь? Она говорит, монокалифосфатом. Она по листу. Она говорит, да. По листу. И они замечательно начинают тоже проклевывать свои корни. Давать цветоносы. Поэтому я, боже, ну почему бы и нет. Если я его, допустим, сульфатом магния по листу дала. И у меня вот есть тоже видео на канале, кто не видел. Обработка сульфатом магния. И отличный результат. Почему бы не попробовать эти все препараты дать именно по листу. В общем, отхожу я от этих водорастворимых удобрений. Перехожу на сульфат. Есть уже выработался определенный список своих удобрений, которые не зацаливает субстрат. Буду пользоваться ими. А этими минеральными, ну, наверное, по листу. Потому что вот такая картина, вот с такими корнями. Бедные вот эти корни. Это что ж такое? Это караул. Они как деревянные. Настолько они обожжены. Так что, друзья, вот такое видео у меня. С коленки. Нет, приходит они у меня в чувство. Единственное, что теперь вот эти дырявые кашки в моих условиях. Уже, я не знаю, на второй, третий день. Вот это сейчас я заменю. Все, сухие. С моим количеством растений это просто безумие. Поливать их каждый там день, два, три. Ну, прям вот кошмар. Вот честно. Какие были корни, какие стали. Небо и земля. Это учитывая, что я их еще мыла. Старалась. Вымывала, понимаете. Вот. Надо будет их как-то пересаживать. Слава Богу, у меня они не все дырявые. Горшки я имею в виду. Ну, часть штук, наверное, до 30 точно. И вот таким вот образом. И всем шею намазала с поробактерином. Где мне не нравилось, вот всем намазала шею. Вот прям мыло, мыло постоянно. Ну, пошли хотя бы, очухались. И листики начали давать, и корешочки внутри. В общем, так вот, моя болтология, мои заключения, если кому-то полезно было, я очень рада. Всех вас люблю, всем рада, всем позитивным и хорошим людям. Спасибо, что остаетесь со мной, спасибо за ваши комментарии. До новых встреч, друзья. Красоточки мои, намытые стоит. Вымыть эту трень. Ну, в принципе, девчонки, если уж пользуетесь вот этими минеральными, вот как вот мне кажется, это только через раз их потом промывать обязательно грунт. Просто попользовать следующей не просто чистой водой, как я их проливала, а прямо, я не знаю, под душ. Под душ, чтобы то смыть и дать очередную порцию вот этого вот минералов этих, которые засталивает субстрат. В общем, дело и выбор каждого, каждые выводы делает самостоятельно.